А, не знаю, за что я обожаю этого ушастого засранца Хоть он и мент, у него даже имя происходит от слова МАПО Что, собственно, и означает мент Да блять! Речь идет о моем любимом маке И, к сожалению, у меня, наверное, больше нет интересных фактов про него Большого следа в игровой истории он не оставил И в играх появляется лишь на правах Камела Однако же я, комрад колбаса Питал и всегда буду питать к этой игре совершенно особенные чувства Я всех могу предать Мать роду могу предать Жену могу предать Собаку могу предать А МАПе предать не могу Это, насколько я помню, была одна из моих первых игр на Донде Я упоминал о ней в обзоре на многоигровки Правда, то, что вы видите прямо сейчас Это версия не для Донде, а для Арканных Автоматов Я в нее, конечно, играл только через эмулятор Как и все тогдашние аркадные игры Она обладала аддиктивным геймплеем, простенькой графикой И была портирована на бесчетное-бесчетное числое приставок и домашних компьютеров Но, опять же, я играл версию для Донде И играли в нее только мы, да и пушки Больше она нигде не выходила Конечно, второй раз про ту же самую игру рассказывать не буду Даже про аркадную весь рассказывать не буду Я расскажу более подробно обо всем Намко, тогда известная как Намкот Мяу-мяу Как я уже сказал, выпустил игру, ну, много где При том, как вы видите по копирайтам Оригинал выше в 83-м А это версия для Sega Game Gear H91 Видать, ни одному мне игрушка запала в душу Раз спустя 8 лет выходит порт Правда, после не совсем понятного выбора в меню Я тыкаю своей морковкой не знаю куда Ну, все прям как в жизни И результат меня несколько разочаровывает Опять же, все как в жизни Я имею ввиду, графика, она какая-то, ну Какая-то, ну Несимпатичная Мапик какой-то серый То есть я понимаю, что он мышь Но он даже каким-то по мышинам меркам серый Да и знаете, окружение как-то здорово изменилось Это какая-то industrial style тюрьма А не домик, как в оригинальной версии Ну и самая главная проблема Это из-за маленького размера экрана в Game Gear У нас маленькое игровое постранство В обозрении находится Из-за этого убегать от котов и кошечек Очень-очень сложно Казалось бы, можно списать все это На не совсем удачный порт Но неудачный не потому, что неудачный А потому, что железо не очень подходящее Но с другой стороны Вся игровая механика на месте Пружинки на месте Открывание дверей на месте Собирание вещей Всякие там картины, сундуки И компьютер, на котором включен фрапс Все это на месте Ну почему двери похожи на какие-то шлюзы С иллюминаторами Что тут произошло? Что за дом за такой? Понимаете, в детстве Я думал, что маппи это не полисмен А воришка Ну то есть он же мышь Он должен крысить, правильно? А вот котята дом от него охраняют Но все оказалось, блять, наоборот Это коты воруют вещи А маппи их воруют раньше них Чтобы они не могли их своровать Да, я знаю, что это делает не очень много смысла И мне кажется, я придумал затею даже лучше, чем оригинальные создатели игры Ну таки нет, моя теория оказалась ошибочной И маппи на самом деле мент У него и демократизатор И этот, как его Свисток, куда он любит дуть Что совершенно не мешает ему Три чужие вещи Интересно, есть ли у него на это ордер Абстрактные бонусные уровни Тоже вызывают у меня некоторые недоумения И не в плане сюжета Потому что они абстрактные А очень маленький экран Мешает мне правильно Избрать свою тактику поведения Точнее маршрут Потому что собрать все воздушные шарики Пока не закончит играть музыка Очень трудно, если ты заранее не знаешь, куда идти Решить заранее с таким маленьким обзором Это очень сложно Как и упоминал в прежнем обзоре Вся прелесть этой игры заключается в том Что каждое решение является стратегическим А тут маленький экранчик геймгера Просто заламывает нам руки И нам сложно думать объемно Помните, как говорил Алексей Стуков Мысли широко А тут нам мешает широко мыслить узкий экранчик И это очень печально Но на самом деле широко махнули головой Разработчик игры Потому что внезапно после бонусного уровня Какой-то энергетический флоксуатор В жопе маппи засправляет его Через пространственную воронку На тот уровень, который я знаю и люблю В жилом доме Что произошло? Что это за шутки? Где я находился и где я нахожусь? Вот это я называю Поворот Эта игра нарочно сперва меня озадачила Чтобы потом все исправить И казаться еще круче То есть экран, конечно, больше от этого не стал Но все-таки Эти родные дверки Чердачок Ловушечки в полу Все это так приятно и так знакомо И теперь, знаете, да Я узнаю графику прежней версии игры Которую я так полюбил когда-то Маппи уже не кажется таким серым Маленький экранчик уже не кажется таким маленьким Хотя я все равно недоволен И самое главное Сложность подскочила хорошенько Играть в маппи, когда он слишком прост Ну просто не интересно Опять же Решение Решение Даже экран смерти меня как-то порадовал Понимаете? Я увидел Арт Первый настоящий Внутриигровой арт С моим любимым героем Если бы я на Донге Увидел такую заставку Я бы обосрался Во-первых, от радости Во-вторых, от того Чтобы узнал, что он все-таки Мент с демократизатором И знаете Несмотря на то Что меня немножко Раздосадовало Мое поражение И не остановился Мне наоборот Стало интереснее играть Узнать Куда же маппи занесет дальше Занесет его сперва В каменный век А потом В еще более каменный век Настолько каменный Что там Там даже дерево Там грязи нет Никакой Одни только реальные камни Игра начала становиться Все более закрученной Враги стали быстрее Агрессивнее Появились Например Порталы Схема уровня Стало более витиеватой Ты начинаешь все чаще Думать там Как бы Не убийца Упав на пол Напоминаю Что прыгать Можно только на пружинке И знаете Я и до этого Жаловался На маленький экран Теперь У меня с ним Еще большие проблемы Потому что Я практически Ни разу Не успевал Закончить уровень До того Как у меня Стекало время А эти порталы Ну вы сами видите Они могут Телепортировать С вас сразу Прямо на врага Интересно Почему я не могу Получиться То же самое Только с большим Экраном На последнем Уровне Дерьмо Реально падает На вентилятор Нас Начинает Преследовать Супер Мега Опасность Старый Кот Который умеет Телепортироваться Это как Т-1000 В терминаторе Такой ультимативный Противник И нам теперь Нужно Не воровать вещи А наоборот Вернуть их Все на свои места Отмеченные Силуэтами Постов Какой-то Древний Египет Присходит Я подозреваю Тут дело Какое-нибудь Там Проклятие Мумии И нам нужно Эту мумию Задобрить Обратно Чтоб она Уснула Я уже Фигу не И знаете На этом игра Как-то Обрывается Это даже Странно Имею ввиду Какая последовательность Сначала Футуризм Потом Модерн Потом Каменный Век Потом Египет Потом Все Мапи Телепортируется И Гейм Овер Ну в хорошем смысле Слово Гейм Овер Мы Прошли Игру А не Просрали Ее Ну и Подобно Всем аркадным Играм Это Совершенно Никак И не Мешает Начаться Заново Напоминаю Что Тогда Был В ходу Принцип Игра Ради Игры Не ради Финальной Заставки Ну а Тем Кому Было Мало Оригинальной Игры Вроде Меня И Тем Кто Одновременно Является Японцем С арканом Автоматом Кем Я К сожалению Не Являюсь Было Продолжение Которое Называлось Хоппинг Мапи А Вы знаете Меня Эта игра Что то Не Очень Прикалывает Я Имею Ввиду Почему Это Сиквел Мапи Он Совершенно Не Похож На Но Не Настолько Ж Не Похож Тут И Как Бы Вид Камеры Изменился Он Стал Не сбоку А Скорее Сверху Что то Напоминающее Изометрию Мапи Теперь Не Бегает А Прыгает На Кузнечек И Передвижение Оно Привязано К Плитке Что то Вообще Происходит Это Могла Быть Какая Угодная Игра Можно Было Мапи Заметь Хоть На Мрачка Папай Хоть На Микки Маус Никто Ничего Не Заметил Тут Есть Еще Знакомые Элементы Вроде Тех Котов Как Мы Видим Это Коты Котята Из Предыдущей Игры Но Блин Не Похожи Ведь Ни Разу Мапи Да Сбор Предметов Вот И Все Сходства Ну Хотя Бутиловник На Правду Говорит Скачущий Мапи В Игре Он Постоянно Скачет Как будто За газ Не заплатил Вот Только Бонусный Уровень Меня Радует В том Плане Что Опять же Тут Нужен Тончайший Расчет На Который Я Походу Не Способен Да Ну Ему Зончий Такой Как В Прошлый Раз Мне Очень Очень Нравится Только Почему Не Хочется Мне Сейчас Этот Тончайший Расчет Проявлять Знаете Почему Потому Что Это Не Может Я Просто Зажрался Может У меня Чересчур Зашоренные Взгляды Но Этот Маппи Хотя Не Была Какими-то Ярко Выраженной Собственными Недостатками Мне Как-то Не Заходит Ну Знаете Ничего Ничего Страшного Это Может Было Не Вин Но И Не Фейл Точно Такой Ж То Ли Вин То Ли Фейл Не Разобрать Наша Следующая Игра Про Маппи Тоже Говорил В прошлый Раз Графика Полностью Пририсованный Геймплей Доработан Он Доработан Так Что Даже Не Сказать Пошло Ли Это Ему На Пользу Ну Типа Я Там Вонял Что Добавили Какие-то Всякие Разные Элементы Которые Уничтожили Простоту И Сделали Игру Несколько Перегруженной Так Ж Как И Прыжки И Некоторые Деления На Уровни И Знаете Я По-прежнему Должен Скать Что Эти Слова Делают Смысл Просто Я Не Уверен Насколько Много Они Делают Да В Мапе Есть Место Для Новых Элементов Как Нам Показала Версия Для Геймгир А В Эту Игру Просто Ну Не Так Интересно Играть Я Допускаю Что Несмотря На Проблемы С Развлечением Как Первая Часть Ну Частично Потому Что Мапе Мало Похож На Мапе Еще Частично Потому Что Музыка Стала Менее Мапичной Что Ли Ну И Частично Потому Что Опять Мне Кажется Апгрейды Они Иногда Черезчур Облегчают Задачу А Еще Это Игра На Прохождение То Есть Мы Можем Ее Пройти До Уровне Мы Можем Двигаться Дальше На Следующий И Так Приходя Зоны Стадии Одно За Другой Мы Рано Или Поздно Доберемся До Финала Игры И Знаете Я Походу Стал Как То Более Глубоко Изучать Ее Систему Работы Не Ну То Это Конечно Не Шахматы Ничего Такого Сверх Крутого Что Можно Изучать Тысячелетиями Но Все То Наше Оружие Против Кошек Такое Как Манки Или Рыбка Оно По Разному Действует И На Большого Кота Которого Кстати Теперь Зовут Мелко И Маленьких Котят Которых Кстати Зовут Милки Нормальные Имена Они Кстати Появились По той Простой Причине Что Эта Часть Игры Так И Официально Вышла На Западе Хотя И Выходила Она Только На 8 Бит Домашней Игровой Системе NES Она Же Famicom Она Же Донди Ее Никогда Нет И Не Был На Аркадных Автоматах И Это Возможно Объясняет Многие Изменения В Сайдскроллер Элементы Все Сильнее И Сильнее Переть Посмотрите Это Уже Не Знаю Супер Питфол Какой-то Анимаппе Я Не Уверен Как Это Относиться С Одной Стороны Хорошо Что Игра Не Повторяется Слишком Часто А С Другой Стороны Она Уже Превращается В Ёбаную Кастальванию Да Не Просто Кастальванию Саймон С Квест Где Нам Он Зависает Между Небом И Землей Как Часто Завис Сарья Лечу В Асталью Мир Салья По Облакам И Направляюсь Никуда Хочу Достичь Глубин Сознания Но Да Все Обломает Как Всегда Да 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 Лежный Крус С души Своей Его Я Сброшу Как Баласт Пусть Этот Шаг Поможет Мне Хватяться И Надежду Да Надежду Мне И Тем Кто Верит В то Что И Спасет Любовь Любовь И Кровь Того Работа Дал Нам Эту Кровь Я Улетаю На Большом Воздушном Шаре Куда Не Знаю Зачем Не Знаю А Вы Еще Тут Да Вот Знаете Возможно Эта Песенка Вас Натолкнула На Философские Размышления О смысле Бытия Ну Или Хотя Смысл Этой И И И Веду Мафи Полицейский Но В этот Раз Он Явно Не Пытается Спасти Чужое Имущество Так Вот Смысл В том Чтобы Сопать Как можно Больше Сыра Принести Своей Мышиной Телки И Она Отчитает Тебя За то Что Ты Слишком Поздно Вот Шкура А Вот Мышина Разумеется Я имею Ввиду Если Б Эта Игра Была Чуть Более Современнее Я Уверен Была Про Доставку Телки Седьмых Айфонов Плюс Может Быть Даже Голд 64 Гигабайта Крыса Они И Есть Крыса Всю Свою Заполаду Честного Струдника Милиции Прохуяривает На Телефон Это Это Полная Жопа Нет Ну Если Поднапрячься Собрать Вес Сыр На Посредней Стадии То Все Таки Не Получить Люлей Таки Можно Маппи Даст Телке Подарок Она Его Благодарит Разве Это Искренне Если Она Учитывает За Опоздание Короче Телки Мягко Говоря Маппи Да Разводят Ну Что Поделать Если Настолько Искренне Что Игра Начнется Заново И он Опять Будет Собирать Подарки В этот Раз Кольца С Брюликом Мне Ужасно Грозно Но Мне Стало Немножко Веселее Когда Я Поиграл В эту Игру Несколько Ну Непостоянной Серии Как Вы Видите Она Называется Маппи Кидс И Как Вы Сейчас Наверное Тоже Увидите Она Про Детей Маппи Детей Во множественном Числе Потому Что Их Двое Знаете У меня Первая Ассоциация Такая С чипом И Дэйлом Я думаю Не сложно Догадаться Почему Все Такое Большое А вы Такие Маленькие Только Не совсем Понятно Зачем В игру Добавили Сплит Скрин Ну Меня Это Не Очень Беспокоит Поскольку Играть В эту Игру С непонятным Сюжетом Я буду Все Один И Сразу На экране Стало Так Много Пространства Видно А то Мне уже Начал Вспоминаться Game Gear Версия Первой Части Маппи Посмотрите Какое тут Раздолье Для глаз Хочешь Смотришь Влево Хочешь Вверх Хочешь Вниз Хочешь Вправо Широкоформатных Экранов Ну Не было Но Все равно Очень Хорошо Все Видно Я Просто Счастлив Интересно Счастлив Ли Сам Маппи Ведь Не факт Что дети Его Он Дурачок Глупенький Всему Верит Ладно Не будем О грустном Поскольку Игра То На самом Деле Совсем Неплохая Несмотря На то Что Она Почему То Опять Вышла Только В Японии Опять Сменила Жанр Хочется Добавить Что-то Еще Опять Но Что-то Ничего Не могу Придумать Поэтому Просто Пожалую Что В игре Сюжетный Японский Как бы Мало Его там Понимает Скорее Всего Нам Нужно Кого-то Спасти А Вот Этого Я Не Ожидал Интересно Что Это Было Там Управление В игре Хорошее Мышонок Проворный Жена Мапи Не Рожала Ульни От Кого Бо Она Не Рожала Правда Вот Этот Трюк С Хвостом Требует Некоторой Практики Я Говорю Не О том Что Мышонку Так Сложно Жопой Дрыгать О том Что Мне Сложно Нажимать Кнопки Как Следовать Чтобы Он Приземлялся Плавно И Медленно С Абгрейдом Он Аж Бегает Как Соник Может Еще Одной Фишкой Игры Я Тотализатор Детишек С детства Приручают К Азартным Играм А после Азартных Игр Азартные Мини Игры И Вы Знаете Тут Языков Барьер Начинает Бьюсь В подучей А Вражеский Котенок Делает Все Как Надо И так Я не Получаю Ни очков Ни жизни А очки Кстати В этой Игре Как Вы Понимаете Для Чего Это Нужны Сперва Я не Мог Понять Для Чего Я думал Какого Рода Апгрейды Как В чудесах На Виражах На Той же Денди Но Но Это Застав Или Как Подозрительно Тут Явно Что Путь Денег У меня Не Хватает Ни На Что Так Что Мне Нужно Быть Как То Повнимательнее С Очками Ведь Если Опять Проиграем Мини Игру У меня Просто Отнимут И Теперь Игра Мне Напоминает Одновременно И Чипы И Дейла И Марио Уорлз И Еще Черт Знает Что Короче Как Сайдскроллер Эта Игра Крепко Стоит На Своих Да И Остальные Мини Игры Под Остальным Я Подразумеваю Все Кроме Флажков Не Так Уж И Не И И И И И И Например Толкаться Жопами Я И И И И Разве Это Сложно Толкнуть Кого Жопой Тут Много Мозгов Не Надо Тех Считать Не Надо Просто Сиди И Напрягай Свой Мышиный Анус В Такой Игре Даже Я Могу Победить Но Это Не Означает Что Игра Тупая Ведь Есть Еще Например Другая Мини Игра Она Называется Найди Отличия Не Знаю Как Вы Я В Детстве Любил Игру На Поиске Отличий Только Проблема В том Что Этих Самых Отличий Ограниченный Набор Если Вы Проходите Игру Более Одного Раза Вам Можно Просто Все Выучить И Каждый Раз Моляя Чтобы Мне Не Выпала Мини Игра С Флажками Я Поднял Немножко Бабла И Начал Покупать Апгрейды Оказалось Что Это Не Апгрейды А Я Не Знаю Какая Это Может Быть Апликация Что Ли Потому Что Этот Квадратик Стал Наполняться Объектами Которые Я Покупаю Видите Уровень За Уровень Потихоньку Я Коплю Все Больше Очков И Двигаюсь К Цели Ляпота За Всю Жизнь Перерушить И Это Знаете Реально Стимулирует Продолжать Играть Это Прикольная Бродилка С Разнообразными Красивыми Уровнями Альтернативными Маршрутами На Карте Мира Мини Играми Апгрейдами Кооператив На Двух Человек Со Сплит Скрином Вот Не Знаем Фига Правда Тут Сплит Скрин Напоминает Нелепую Последнюю Игру Про Черпаш Ниндзя От Платинум Геймс Нафига В Такой Игре Сплит Скрин Патином Поиграть На Одном Экране Господи Есть Даже Камео Пакмана Кстати Вы Знали Что Пакмана Изначально Должен Называться Пукмэн Но Они Боялись Что Играть Название Пукмэн Не Приживется А Раньше Знаете Есть Какой-то Палач Куклус Клановец В качестве Камео Тоже Какой-то Намглский Персонаж Но Я его То ли Не знал То ли Захотел Забыть Знаете Игра Требует Некоторого Усердия Я Жалею Что Я Пропукал Большую Часточков Зря В начале Игры Плохо Их Собирал И Теперь Едва Едва Хватает На К счастью Финальной Миниигрой Было Толкание Жопами Это Я Сделал Без Проблем Из-за Этой Мне Объявили Победителем Не Только Миниигры То есть Никакого Финального Босса Ни На Уровнях Ни В самом Конце И Знаете Я Для Бродилки Отнес К Большому Недостатку Но На Последние Очки Я Покупаю Все Апгрейды Собираю Полную Кратинку Сделали И Мне Объявляют Безоговорочный Хэппи Энд Думаю Не Собирая Картинку Я Получил Безоговорочный Хэппи Энд Например Мне Показали Вот Эту Красивую Заставку Смотрели Сколько На Экране Спрайтов И При Этом Нифига Не Мерцает Обычно На Донде Все Мерцает Хотя Тут Нужно Отметить Что Не Знаем Моего Понимание Сюжета Полностью Основанно На Нагадках Просто Из Названия Я Счел Что Дети Маппи Они Как Все Еще Дети Хотя Мыши Они Быстро Растегают Полового Созревания Короче Смысл В том Что Я Посмотрел На Тарт И Понял Что Мышата Либо Хотят Жениться С На Тебе Жениться А Если Вас Братом Двое То В общем То Тоже Не Беда Она Просто В шоке Будет От Счастья Да И Мышата Похоже Не Против Два Смычка Поиграть Кричи Знаете Какая Больная Игра Совершенно Даже В Дабл Дрег До Такого Не Опускались Там Братья Били Друга Рожи За Любовь Бабы А Тут Они Хотя Нет Так Даже Лучше По Братски Поделились Правильно Точно Так Даже Как По Братски Они В Случай Чего Делят Экран Не То Что Там Какие Кайны Айвели Добрые Милые Игра Пусть И Не Совсем Традиционными Длина Ценностями Правда Остается Один Самый Главный Вопрос Причем Тут Мать Пи И Эти Приключения Двух Маленьких Бастардов По сути Были Последней Игрой Про Маппи И То Не Совсем Про Маппи Как Я Уже Говорил Мушонок Полицейский Большого Следа В Игровой Индустрии Не Оставил Ну Да Там Были Всякие Переиздания В Коллекциях Там На Мобилку Портировали На Японскую Много Раз Но В Эту Херню Вообще Уже Никак Не Поиграешь Если Да Еще Скоревым Управлением В Качестве Бонусной Фичи Так Что Ну Его В Попу Эта Красивая Какия Не Игра И От Этого Мне Тоже Бывает Грустно Мне Фактически От Всего На Свете Бывает Грустно Я Когда Радуюсь Мне И Грустно Становится Потому Что Если Б Маппи Был Жив Его Превратили В Донатное Говнецо Для Мобилок И Он Бы Так Здорово Высасывал Кошельки Своим Пользователям Ведь Эта Игра Вызывает Нехилое Такое Привыкание И Тогда Был Из Любимой Классики Превратился В Донатный Позор Как Это Был С Ден Кипер Из Лампового Старого Милого Забытого Персонажа Классической Игры Он Превратился В Объект Ненависти Для Всех Безобидный Бесконечно Челленджевый Техтический Стимулятор Мышонка И Тамокрада Да Я знаю Что он Полицейский Но Посмотрим Фактному Лицо Он Бегает По чужому Дому И Ворует Вещи И Знаете Меня Это Полностью Устраивает Потому Что Мыш Она Есть Мыш И Пить Мыш Хе Мяу Мяу Пипи А Хочу Пипи Да И вам Советую Тут Наверное Давно Сидите